Вчера появился Sony Y, а сегодня появился новый ультрабук Fujitsu, о котором, мне кажется, не знает даже сама компания Fujitsu, потому что про него не написано нигде вообще. Выглядит он вот так. Поразительное отличие в плане харизмы, это липучки ребят. Никто так не делает, кроме русских ребят. Мы просто подошли и вырвали со стойки, ну чтобы вам показать, чтобы вы были довольны, рады и чтобы все было красиво. Поразительно отличается от U772 и UH572, это 13,3 14-дюймовые ультрабуки Fujitsu, соответственно, вернее наоборот. 5,72 это 13 дюймов. Вот так выглядит аппарат, довольно приятный внешне, на ощупь, хорошо сделан. Мы надеемся, что весь металлический. Мы с Ваней спорили по поводу задней крышки, Ваня говорит, что пластик, но мне кажется, что Fujitsu не пожалелось туда металла. Здесь есть весь необходимый набор портов. Это полноценный HDMI, USB 3.0. Это сетевой порт через переходник, потому что корпус здесь довольно тонкий и полноценный мы просто никак не поместился. Слот для карточек SD. С этой стороны у нас, закроем крышку, еще один USB 3.0, замок Kensington и гнездо для наушников. Сзади ничего нет. Я напомню, что гаджеты Fujitsu не так, естественно, распространены в России среди обычных пользователей, потому что это ноутбуки, ультрабуки для корпоративного сектора. Здесь разные фишки вроде шифрования данных, вот есть сканер отпечатков пальцев, клавиши островного типа. Здесь наверняка есть подсветка клавиатуры, причем плавиши незаметно отличается от всех тех, что использовали в Fujitsu ранее, потому что они с очень низким ходом и они гораздо приятнее на ощупь, чем в предыдущих моделях. Они более мягкие, они покрыты легким-легким резиновым таким тонким покрытием. Видите, они все достаточно большие, то есть шансов, что будете промахиваться, я думаю, почти нет. Ребята, это жесткий сэмпл и ультравук работает очень нестабильно. То есть что-то нажимается, что-то не нажимается. Судя по качеству картинки, размеру иконок и все такое прочее, это экран Full HD 1920x1080, естественно, он сенсорный. Но ладно, мы вернем все как было, чтобы ребята нервничали. Ничего неизвестного о дате начала продаж. Я в легком недоумении. Из сроков поступления в продажу, стоимости и так далее. Но гаджет выглядит очень приятно. Я думаю, ребята из корпоративного сектора, которые любят белые рубашки и брюки в стрелочку, будут довольны. No Name Ultrabook Fujitsu, даже вот там не написано название, но выглядит прикольно. Это для Fujitsu это шаг вперед. Небольшой, но уверенный.